Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа на связи с муниципальной властью. Как всегда, по средам с вами я, Андрей Острев, и мы будем, как всегда, обсуждать то, что актуально для Николаева. Многие просили, просят меня заранее обозначать тему эфира, и поэтому сегодня мы постараемся получить ответы на три очень достаточно важных и скандальных, наверное, вопроса. Это электротранспорт в микрорайон Октябрьский, водоснабжение в Варваровке и садик в районе Северный. То есть эти три вопроса, собственно говоря, были, наверное, на слуху некоторое время, и люди непрерывно на эту тему жалуются. И мы сегодня пригласили в студию двух как раз тематических гостей. Итак, у нас в гостях Егор Бедаков, это директор коммунального предприятия... Капитальное боденство, место Николаева. Капитальное строительство города Николаева. И Алексей Лепешев, это как раз депутат, который по-северному и расскажет нам, что там с этим садиком нашим. Ну и давайте начнем с вас, Егор. Я, насколько я понимаю, сейчас с новой структурой ваше коммунальное предприятие займется так называемым всем строительством, которое будет проводиться в рамках города. И как это связано с теми, ну, скажем, достаточно многочисленными журналистскими расследованиями, связанными с какими-то тендерами, какими-то хищениями? Вот наши журналисты очень много обвиняли разных чиновников, что именно в строительстве это происходило. Что изменится, почему такое принято решение, чем вы будете заниматься? Давайте вот вкратце о вашем коммунальном предприятии. Ну, смотрите, коммунальное предприятие на сегодняшний момент занимается строительством, новым будивництвом, реконструкцией, реставрацией, техпереуснащением. Капитальными ремонтами и другими объектами занимаются управление, то есть управление посветой, управление физкультурой и так далее. Было принято Меською Радою на сессии 23 декабря, если не новую, в новой структуре, о создании управления капитального строительства, как это было раньше, до 2012 года. Единственное отличие, что старый УКС, он не являлся... Управление коммунального строительства. Управление коммунального строительства, да. Оно не было в экономичем органом, оно не было главным распорядником кошечек. Сейчас мы будем... То есть оно в основном заказчикам, но платили деньги каждый по-своему, да? Да, то есть сейчас мы в процессе регистрации нового управления, скажем так, то есть в любом случае этот год мы начали работать в КП, и естественно, чтобы работы не останавливались, мы их будем заканчивать в этом году уже в КП. Значит, само управление планируется заработать, скажем так, в тестовом режиме с полугодия, и к концу года мы планируем заработать на полную силу уже как управление. Для чего это было предложено мэром? Для чего такие изменения? Для чего такие изменения? Мы сталкиваемся с проблемой, что заказывает, к примеру, проект школы, директор школы, который не имеет отношения к строительству. То есть профессионального образования не имеет? Не имеет образования, он не знает, что ему нужно. Соответственно, ему что-то рисуют, он проходит экспертизу, потом выделяют деньги, потом ко мне приходят и говорят, строй. Естественно, я поднимая проект, вижу, что много недочетов, много ошибок и так далее, и так далее. В итоге мы получаем некачественный продукт. То есть Александр Федорович планирует наводить во всех структурах порядок. Каким образом? В плане того, что стройки должны быть за строителями. То есть мы должны, как управление капитального строительства, мы должны на себя взять функцию и отвечать, естественно, брать на себя ответственность, отвечать за полный цикл строительства. От начала проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию и передачи баланса держателя в будущем. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые телезрители, вы видите сейчас телефон нашей горячей линии, вы можете позвонить и задать в прямом эфире нашим гостям вопрос. А я сейчас хочу спросить нашего Алексея. Вы как не просто депутат, вы еще член комиссии ЖКХ, одной из самых веселых комиссий у нас ввиду, наверное, состава. Скажите, вот как вы считаете, насколько такое управление эффективно? Чем оно будет отличаться? И самое главное, вот скорее всего, многие наши зрители задали бы себе вполне здоровый вопрос. Как будет сочетаться желание депутатского корпуса, имеется ввиду выполнение их требований как представителей громады, и сочетаться, грубо говоря, начальников управления и начальников, директоров школ, больниц и так далее, в рамках которых будет проводиться строительство? Не будет ли там конфликта интереса? Вот как вы, как депутаты, проголосовали за такое решение? Как вы видите эту работу? Мы проголосовали за создание такого управления. Правильное решение. По той причине, что, как сказал Егор, раньше, получается, на управление освиты отправлялись деньги. Они, в каких количествах, не суть, 100 тысяч, 200 тысяч. Они должны были обеспечивать ремонты. Они не являются специалистами по данному профилю. Поэтому решение совершенно правильное. Мы теперь сможем контролировать от начала процесс и до завершения, до ввода в эксплуатацию, до подписания актов. Будь то строительство детского садика, будь то строительство школы, будь то строительство энергосетей, будь то строительство котельной и тому подобное. Все ложится на УКС. То есть вся ответственность, так же самое, будет лежать на УКСе. Спрашивать мы будем все с Бедокова. Если будет что-то не так. Или наоборот, будет все хорошо, значит будем говорить на УКС. То есть, если я вас правильно понимаю, одна из основных причин, которые получил поддержку такой проект, это то, что депутаты могут более эффективно контролировать строительные процессы в нашем городе. Ну конечно, депутаты и до этого могли контролировать своими запытами или же звернениями. Но, вы понимаете, когда оно находится все в одном месте, все гораздо проще. По той простой причине, когда у тебя в освете или в здравоохранении отправленные деньги сложнее все гораздо. Тут будет гораздо проще. Прошу вас, вы дополните. Раньше, как происходило, и сейчас еще продолжает, к сожалению, происходить. К примеру, по какой-то проблеме, по какому-то объекту, который я, как КП, не являюсь заказчиком, а просто технадзор за строительством объекта. Вызывают на профильную комиссию, меня спрашивают, а почему вот так, вот так, вот так. Я говорю, ребят, я не заказчик, как технадзор, в функцию технадзора не входит контроль качества проекта. Мне дали проект, который является для моих технадзоров Библией. Они согласно ему должны принимать объемы, да, объемы выполнены согласно ему. А то, что это по-дурацки, извините, запроектировано, да, я сейчас пытаюсь вмешиваться на этапах уже строительства некоторых объектов и как-то их, скажем так, улучшать, корректировать. Но это все равно, скажем так, хорошая игра при плохом мире. Хорошо, ну давайте как раз, вот, коль вы уже начали, тогда и начнем. Вот ваше коммунальное предприятие, недавно созданное, вот начнем с вашего первого управления, ну сейчас вы еще коммунальное предприятие, да, вот управление когда будет, тогда мы будем вас представлять как начальником управления. Пока вы директор коммунального предприятия. Так точно. Вот вдруг депутаты завтра передумают, у нас депутаты могут. Какой, вот вы, я в начале программы анонсировал то, что мы обсудим вот три проекта. Давайте начнем с проекта, который, наверное, уже достаточно долго мусолится. Это вот электротранспорт в микрорайон Октябрьский. Что с ним? Когда он будет? Смотрите, значит, в этом году выделены средства городским бюджетом на проектирование троллейбусной линии от площади Победы до кольца Жукова. Это улица у нас Гагарина. На следующий момент заключается договор с проектантом и начинается проектирование. Сбор исходных данных, техусловий, геологические работы. И до конца года мы планируем запроектировать полностью эту линию. То есть в этом году будет проект? В этом году будет только проект. С экспертизой мы будем знать, какая его окончательная стоимость. Потому что сейчас мы можем только укрупненно, приблизительно, пальцем в небо, говорить о том, сколько он может стоить. Многих жителей, естественно, возникнет вопрос о том, почему же все-таки только до кольца Жукова, потому что до центра корабельного района еще достаточно большой отрезок пути. Сразу отвечу. Дело в том, что есть два проблемных места в самом корабельном районе. Это у нас зигзаг удачи вниз, как спускаемся дальше. На въезде. На въезде, да. То есть там достаточно узкое место и подъем, два поворота резких. Есть опасность, что троллейбусы будут, скажем так, долго их проходить и создавать пробки. И могут даже в какие-то плохие погодные условия не проходить. Второй непреодолимый участок – это у нас железнодорожный переезд. В том месте, чтобы построить троллейбусную линию, необходим просто необходимая эстакада, то есть переезд над железнодорожными путями. То есть это непреодолимая задача. То есть на сегодняшний момент принято решение… Она в смысле преодолимая, но только очень дорого. Очень дорого. Это будет очень дорого. Это будет стоимость приблизительно половины цитроллейбусной линии всей, которую мы сейчас будем строить. Хочу еще добавить, что проблему доставки пассажиров непосредственно до центра Октябрьского или даже до конца, до Балабановки, возможно, будет решена введением дообуса, подкопкой дообуса. Это сейчас обсуждается. Это не окончательное решение. И это решение, в любом случае, это не я буду принимать. Это будет принимать транспортная служба наша вместе с профильным замом Антоном Турупаловым и мэром. Но это решение оставили наконец. То есть когда мы запроектируем, тогда будет уже приниматься решение об обновлении автопарка «Электротранса». То есть будет искаться какой-то выход из острова. Да, то есть в принципе сейчас есть такие дообусы, которые могут часть пути двигаться на электротяге, а до, скажем так, до 20-30 км двигаться просто на аккумуляторах. У меня сразу вполне логичный вопрос возникает, а что же все-таки с зигзагом удачи? Дообусы не меньше, чем троллейбусы по большому счету. Только единственное, что они без привязки к электросети. Проблема как раз в привязке к электросети. То есть проход большого автобуса там может проходить. Но когда есть два поворота резких плюс подъем, то контактная линия может просто, скажем так, иметь плохой контакт. В том месте постоянно могут быть аварийные отключения от самого транспорта. Ну что же, уважаемые телезрители, будем с нетерпением ждать, когда же это наконец-то произойдет. Я вообще думаю, что вот как раз я сейчас хочу поговорить с нашим депутатом по поводу садика. И вот начну я не с садика, а с вопроса, вы не задумывались о том, чтобы сделать несколько бесплатных маршрутов электротранспорта? Вот как депутаты обсуждалось ли это вообще в депутатском корпусе? И готовы ли вы на такие вот, скажем, компенсации? Кстати сказать, если был бы такой маршрут вот именно до вот этого кольца в корабельный район, то бесплатным, это каким-то образом компенсировало людям возможность вот этого добирания до посадки, скажем так. Ну что касается битубусов, да? Доубусов. Доубусов. Что получается? Зигзаг удачи вы вспомнили. Если вы вспомните, как ходили в свое время 12 маршрут автобуса и коробуса, они были гармошкой такой, большие и нормально проходили, поэтому практика показывает, что все подходит. То есть габариты не имеют? И ехать, и ехать они будут. Насколько далеко они будут ехать, будем просчитывать, будем решать. Принимает это решение Меська Рада, но основное решение принимают депутаты. Они будут выделять Каштурис на приобретение, будет бюджетная комиссия рассматривать, а затем транспортный или наоборот, кто первый, не суть. Главное, чтобы вы приняли положительное решение. Чем больше мы построим, закупим общественного транспорта, как вы сказали, чтобы можно было предоставить льготы социально незащищенным слоям населения, это будет великолепно. Это будет большой прорыв в нашем городе. Того, что на сегодняшний день, конечно, сложно, с учетом того, что практически транспорт монополизирован частниками, у нас очень мало общественного транспорта, нужно увеличивать, нужно над этим работать. Ну, для того, чтобы хоть минимум была здоровая конкуренция. Давайте ответим на звоночек телезрителя нашего. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Вот товарищ в центре сидит, я. Егор Бедаков, его зовут, да. Я Деревосилий Сердяков. Хочу задать вам вопрос. Вы понимаете, вот уже сколько обещает в городе Николаеве соединить город Николаевск, корабельный район. Обещал Олейник, Царство Небесное. Обещал Чайка, Царство Небесное. Обещал Гранатуров. Так, когда, я понимаю, что средства и так далее, но когда-то это можно решить, вот как раз я вас вижу отлично. Здравствуйте вам. Извините. Я не хочу вас обидеть. Когда, да-да, когда это все можно, как говорят, решить и завершиться. Вы говорите, до Жукова. Да хай хоть до Жукова. Давайте, ну как-то-нибудь, что можно решить. Дай Бога здоровья, счастья и удачи вам лично и вашему трудовому коллективу. Спасибо вам большое за звоночек. Ну, собственно, придется, наверное, повторить то, что мы до этого говорили. Ну, в любом случае, я как директор коммунального предприятия, то есть я не занимаюсь выделением денег на проекты. То есть я как одерживач Коштиев. В любом случае, то, что зависит от меня, я прикладываю и буду прикладывать максимум усилий, чтобы этот проект, то есть до конца года мы планируем запроектировать и пройти экспертизу. То есть депутаты городского совета увидят стоимость этого проекта. И, естественно, при поддержке депутатского корпуса, при поддержке мэра будут искать в том числе и небюджетные средства. Я это слышал, как бы это не... Я думаю, что в течение 2018-2019 года это вполне выполнимо. Что ж, спасибо, надеюсь, наш зритель... Ну, в общем, процесс пошел, самое главное. И, собственно говоря, проектирование началось. А вот уже к депутатам вопрос, отдадите ли вы нам деньги на этот проект. Ну, давайте вернемся к нашему первому вопросу. Все-таки мы проанонсировали вначале, что мы поговорим о трех вещах. Мы сейчас одну, вроде, собственно говоря, обсудили. Садик. Садик в микрорайон Северный. Достаточно больная, собственно говоря, тема, насколько я знаю, этот микрорайон. Там действительно много, достаточно много сейчас построенного многоэтажа, где, в принципе, молодые семьи тут заселились, соответственно, дети. И проблема садика актуальна. Да? Когда ждать садик? Я от имени... Дети изучила этот вопрос, провели опрос, пообщались с руководителями, с директорами, понимаешь, школы, садика. И пришли к выводу, что нам жизненно необходимо строительство нового садика. Нам также необходимо жизненно строительство новой школы. А также нам спортивного комплекса жизненно необходимо. И все инфраструктуры развития развлекательной, которая можно, тоже в нашем районе. А также парков и зон отдыха. Но это все нужно. Но нужно на чего-то начинать, что-то начинать. Начинать что-то делать. Помимо того, ремонтов крыш, тротуаров, нужно делать то, что не делалось в городе Николаеве лет 20. И это будет строительство детского садика. На 280 посадочных мест. На 280 деток. Детей, да. На сегодняшний день мы имеем садик на 130 деток. Хотя гораздо больше у нас тут доходит. Очередь у нас стоит на 4-5 лет вперед. С учетом развития и динамики нашего микрорайона, соответственно, нашего садика не хватает. Поэтому, когда мы построим новый садик, у нас останется в действии и старый садик. То есть, это не стройка на старый, это отдельно стоящее здание, которое будет построено по энергоэффективности, по типу А, по всем новым технологиям на сегодняшний день. Сделана большая работа. Депутатским корпусом утвержден проект землеотвода. Земля получена. А где это будет находиться? Это будет находиться между, у нас есть там пустырь, за школой 64-й, то есть архитектора 2-го, 6-го, за, будет находиться постройка этого садика. Если посмотреть на карту, как оно усажено. Это строительство начнется в этом году? Или это проект? Нет, это не проект. Планируем мы начало строительства в этом году. Правда, Егор? Так точно. И сроки, думаю, в ближайшее время будут опубликованы и указаны, когда будет начало заложения первого камня, как говорится, или первой лопаты, что мы там будем делать. То есть, можно ожидать, что в следующем году этот садик запустят? Нет, в следующем году не запустят. Через год запустят плодотворной работы депутатского корпуса и мэра, при поддержке мэра. Через год мы запустим этот садик. Это будет огромное достижение для города Николаева и для его жителей. Это будет значимый проект. И это покажет то, что в городе Николаеве все налаживается. Произошли невозвратимые или небезвозвратные изменения. Изменения. Я прошу прощения, у нас очень мало времени. Давайте мы ответим быстренько на звонок нашего зрителя. И все-таки еще водопровод у нас в Варваровку. Очень важный момент. Добрый вечер в эфире. Слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, я хотел узнать по поводу троллейбусной линии на Намыве. Сейчас она как-то функционирует достаточно странно, потому что конечная остановка в лесках. И пассажиры, которые приезжают сюда, они потом вынуждены выходить на конечные остановки в лесках, пересаживаться на другой троллейбус и ехать дальше. Будет ли закольцован микрорайон на Мыл троллейбусной линией? Это вы имеете в виду Павлазурный, правильно? Да, Павлазурный. Спасибо. Смотрите, по поводу сегодняшнего движения электротранспорта, я как бы некомпетентен в ответе, потому что этим занимается коммунальный электротранс. Что касается проектирования и реализации проекта закольцовки Павлазурный-Озерный, проект готов, сейчас он на выходе с экспертизы, средства на него выделены ориентировочно где-то на 50%, на сегодняшний момент уже, что позволяет мне уже объявлять тендер в ближайшее время на строительные работы по воплощению этого проекта. То есть, если коротко ответить... Если депутатский корпус довыделит еще по полугодию остаток средств, то мы к концу года можем иметь троллейбус уже полностью... Двигающийся по кольцу. Двигающийся по кольцу, да, по большому кольцу. Что ж, спасибо. Буквально одна минута, Егор, на водопровод Варваровки. Очень злободневная тематика. Да, граждане Варваровки с советского времени, по-моему, ждут воды городской, потому что сейчас в каждом дворе, грубо говоря, есть выгребная яма, есть скважина, которая, естественно, засоряется, это идет и засоление грунтовых и вод, и почвы. Это очень плачевно влияет на... Плюс привозную воду. Плюс, да, люди покупают, естественно, привозную воду за бешеные деньги. Значит, на сегодняшний момент было устное выручение мэра, где-то порядка там полутора месяцев назад. Прозондировать эту тему, насколько можно, актуально... Этот вопрос... Да, этот вопрос, да, решить, то есть, какими-то... Потому что был проект в 2008 году дюкера, то есть водовода, в Варваровку, но с намыва в большую корениху по дну, а потом везти трубу по берегу. Естественно, проект стоил по тем деньгам больше 200 миллионов гривен. Это была неподъемная сумма для городского бюджета. На сегодняшний момент у нас есть, то есть, сделаны проработки фирмой ВИК. Значит, по поводу того, как этот проект осуществить... Да, давайте так, вот смотрите, давайте коротко. Когда можно ждать воду? Вот я уверен, что каждый из наших... Когда можно ждать воду? Будет проведен потом проект, дальше мы будем видеть, какая его стоимость. Но по предварительной оценке она гораздо ниже, чем тот первоначальный. Старый проект. Что ж, наше время полностью исчерпано, мы даже уже немного перебираем его. Спасибо большое нашим гостям за то, что были с нами. Спасибо зрителям за то, что нас смотрите. Как всегда, мы встретимся с вами в следующую среду. Мы будем обсуждать то, что актуально, что происходит в городе, как работает наша избранная власть. Телеканал Николаев, не переключайтесь, с нами всегда интересно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok